спики играет у нас новички в доту против сюрпрайз тим забанили о д сразу сюрпрайза ответ получили им бокера побанили мидеров первой стадии и довольно сильных героев сларка банит у нас сюрпризы что ответит м нвд пинчу не хотят играть против умера первая стадия пиков у нас начинается пока на пике и баны еще не использовали резервное время но видимо сейчас на первый пик потратит забирают sky мага первым пиком вместе смотри у нас какой интересный первый пик давно честно говоря я не видел в доте таких героев что в паблике что на профессиональной сцене он и набрали можно будет саппортом да свин первый пик до за порцию он будет кор героев здесь ну посмотри всего саппорт ну вряд ли они стали бы открывать его сразу же а может это интересно такой пик что они пикают а как саппорта а потом делают коров сейчас уже коров не будут какой-то время пик посмотрим на второй пик что там пока ничего нельзя сказать путин ворвался у нас в чат у нас сейчас задержка до больше три минут этом стрима на группу а нет потому что группа а не не смогла лобби создать хорошие задержка сквозь остались 33 минуте он тогда проще будет писать да лучше вообще без чата постримить мы будут потихоньку отличать им ну давай sky мага и зев сама забирают в первой стадии сюрпризе ну да действительно хотят удивить если зевс пойдет сразу в линзу под дебафом sky мага зевс верхней и ультой будет снимать очень много хп что со свена что с лиона ну да это интересно если еще доберут я бы добирал легиона или банил бы легиона на месте нвд потому что легиона скай магом древняя связочка которая в принципе себя неплохо показывает ну банят спектру дарксира и феникса ну да дс неплохо бы зашел под свена и под лиона кстати с его ультой с его станом очень много было бы дизайблов правильный бан делают ну да и спектра с зевсом тоже довольно серьезная связка пока никаких ошибок по банам нету курсу банят но решили забанить кэри потому что там да нету еще пор героя но урса и работа сидела физический ну уж а почему бак бэшки с даггера впрыгиваешь ешь любого бкб кончается прожимаешь ульту какой-то дэмэдж ловишь но тебе без разницы вообще на нем а все это под замедлением sky мага когда там зевс начинает свои сплы раскидывает посмотрим что заберут у нас нвд пока что они еще не открыли ни одну из позиций свин непонятно на какой позиции будет играть ли он явно будет саппорта кому он будет откуда ты знаешь но ты ходы забирают как саппорт и похоже что свин все таки станет на король хантер хантер может довольно сильно хорошо войдет если правильно сделает пока неизвестно кто будет дпс носить физически на дпс со стороны сюрпризов ну а там скорее всего будет вся игра через свина из леона джекира и свина никто не может пойти от стоять соло хак джекира более менее там при получении 5 хотя бы уровня может пойти в лес через liquid fire там поформить какие-то споты неожиданно ну очень сильно нвд собирается под массфайт очень сильно но сюрпризов есть чем ответить свин милишник джекира почти милишник ли он ну ли он они такие длинные кастринджи он все равно зону раваги войдет а тот звезд то есть когда начнется драка здесь будет стоять под фонтаном просто даст верхнюю ну верхнюю имя ввиду ульту skymax со своих лонг-крэндж кастов будет раздавать стулы налево направо почти без кулдауна и никто не будет попадаться под станы леона и свена надо будет играть через даггеры но если вы прыгаете через даггеры там есть над хантает hunter который просто одну кнопку нажимает и принципе вся ваша инициация подходит концу потом какая-то верхняя сало там первый спелл меч до вич доктор еще банку свою накидывать и вы все вот этой гапшей которые напрыгнулись до героев отлетаете ну посмотрим реализацию еще последняя стадия банов все-таки корт героя не хватает и сюрпризов лучше забанят нвд кто здесь бы отлично подошел спектра уже в бане какой-нибудь пушера взять и поставить последним пиком фуриона сюрпризов до особо сюрприз отлично сплитпушер ультой может помогать любой точке карты как и за прийти вовремя может одеваться в каире да с руки может отлично накидывать случае не хотим дагер на вот отлично доджет стан свена и стан джекира попробую еще этим айс волнам попади джаггернаут ассенс и дает вообще две тычки нет всяком поглядь поинтереснее понять ну понимаешь что сюрприз взяли под шокера очень удобно инициировать на джаггернаут а с того же стану с вами просто нажимает одну кнопку и уходит то же самое и джекира ты только видишь что он начинает кастовать айсал сразу нажимаешь кнопку и уходишь даже после прокаста liquid fire и там до образа петушок которую моментально может затыкать до при должной реакции скаймак может жестко обрубать все инициации ну и сам неплохо выступать в качестве инициатора банят ланая милера не хватает явно нвд а ванали неплохой бан да нет потом зевская мы довольно много периодичных даггерам волна я просто их уничтожает 1 ну и может спокойно уйти из даггера сама в случае инициации под рефракшен остается 40 секунд у нвд на последний пик забирай вайпера в принципе вот свена неплохо заходит да и прочь магии он тоже нормально стоит да скорее всего зевс пойдет в мид я думаю что скаймага в мид то не будут ставить все таки зевсу уровень поважнее будет и он через пассивочку вайпер неплохо отстает против зевса чем ответят кого не хватает есть оффлейнер не хватает хардкерри кто же будет фармить то у нас сюрпрайзов удивят они нас последним пиком пока что пики у них такие нестандартные кроме рыбы ты хантер довольно таки часто пикают но пока пики смотрятся довольно ровно одни больше заточены под физический дпс со стороны вайпера и свена другие больше на дистанционно вот и физический дпс медуза которая пробивает bkb и монобернете и в принципе не особо то есть чем что у нас рехост надеюсь что нет что такое нас и переподключаются игроки все в порядке значит нвд аюшта на андаинге джей на вайпере шазам на свене avenger pain на лионе и иероглифы на джакира сюрпрайз тим каунчил винкс на sky маги залупа залупа у нас играет на медузе l3 ст на тайт хантере растаманчик на вич докторе и экстери будет исполнять на зевсе ждем последнего игрока когда он переподключится и продолжим смотреть ну вот он переподключился и сейчас начнется игра посмотрим на лайнап и какую расстановку все-таки выберут ну тут довольно все понятно андаинг идет hard против sky мага и вич доктора ему будет очень неуютно и рвали меня тут на минутку но мы только начали часа паузе ли он сразу летит степешки на т1 со смоком и вардами а здесь команда не спешит занимать какие-то позиции ссор по веномом у нас вич доктор будет гонять андаинга зевс будет выходить фаз ботал для этого надо за контроль и хотя бы одну из рук скорее всего это будет верхняя руна то время как нвд будет стараться забрать нижний урон поставили вард чтобы их не обошли в лес со стороны леса но если команды идут такой обход то они идут под смоком и вард не поможет и тут решили не заходить верхняя руна скорее всего достанется у нас сюрпризом ну а нижнюю скорее всего спокойно заберут нвд тайтхантер сейчас может подставиться нет на тайтхантер вкачал кракеншелл его находит ли он ходит по варду у нас тайтхантер убирать ли мы здесь что-то увидим да здесь не расслабится тайтхантер и ставит все знал увидели ли этот момент что здесь тоже вард стоит или нет поняла что не должен был ли он контролить он должен был прокликать тайда что у него есть вард да есть все есть инфа про вас сейчас его сниму сразу же но здесь у нас трипла медуза sky макович доктор против даблы и джакира тхд но и джакира and dying поставили две даблы и триплу в ответ получили на легкой агрессивно играет на топе но такая линия предполагает что вы будете играть агрессивно liquid fire но и вкачивать нас джакира правда медуза скоро будет очень сильно мешать своими змеями до змейку апнули в последний а тайтхантер очень сложно будет выгнать слайна там один ли он если ну ли он практически не будет пробивать тайда да его очень сложно будет если из вен ничего не может сделать тайпхантер здесь точно получит свое она виде вайпер против леса положено магазин там уже покреп стату впереди там все решит имидальная игра 60 леку перевес и 50 вот сейчас сравнялись по крипам вайпер и зевс пока никто не доняет своих крипов все сосредоточены на добитии вражеских опять роза что такое 10 секунд просит вард еще не сняли пока нету денег у леона а вот джакира джакира есть деньги но он скорее всего пойдет в тапок сразу нужно этой линии довольно надо хорошо догонять и убегать не заблочили кстати от воды и там уже стакают легкий спорт хотят отпулить на бок но надо проесть дерево не успели опаздывать слишком долго проиграл зеруси на боте убивает от хантера и у них это получится или нет он отбивается уже не получишь спокойно уходит или может спокойно уйти просто а спокойно ли он уходит делать тп против двух станов это он да очень ошибается нажимай стики леон теперь отлично заиграть леона какой-то мисклик скорее он умирал он хотел фасочку его убили крипы он мог снять просто агру и не тратить смог данный так своего сыграл ну да сыграл очень своего спрятался от крипов смоки они лучше уж потратить смог чем умереть тем более сейчас все равно не на кого выходить смоков слишком ранняя игра на тупе у нас тхд с андаймингом хорошо отпулили крипов и спокойно фармит трипла там веселиться с крипами ну трипла тоже свое время отпулива на дабл стак легкого спауна еще один вар стоит у нас миде от сюрпризов по крипам вайпер немножко вышел вперед 16 на 2 на цена 0 зевс ну и свин неплохо фармится 15 0 по крипам сену тут вообще проблем быть не должно при условии что ли вам будет постоянно помогать ну ли он у никак нельзя бросать свой на потому что тает любого милишника практически слово на слово можно размотать поэтому ли он не должен ходить рядом постоянно мешать от хантеру если так антару не мешать он будет потихоньку седать своя на тает получит какой-то там пятый хотя бы уровень и спокойно уже сможет выдерживать любой дамы виду достаточно якори он просто время от времени его кидает и все в тем временем потихоньку поседает стянулся sky mac на бот поддержку забирает здесь руны инвиза но у него очень мало маны не будет скорее всего выходить на кал хотя мог бы выйти в топ попробовать вижу на нету каймак идет за бантик прон и скаймак блочит от воды на нет он просто заблочит отвод решил помочь тайду вот почему руну не забирают руну скорее всего оставляют везде все нет увижу на народу просто а скаймак каймак уже долго смотрят на это но и нвд собственно не хотят под контроль и трону у них вес почему-то предпочитает даже стоять на миде не идти за руной пока что нет необходимость пора уже скаймак уничтожать эту руну на всякий случай каймак убираюсь каймага тут приходит уже зомби ставит тамбу и скорее всего дает уже никуда не у него еще есть девять снега на нажать якорь и есть такой отличная ульта одесса да очень каленый игра развернулся в обратную сторону уже потянулся скаймак убил анда инг не добивайте умиро до 12 12 раза и все каленые очень каленые убегают неплохая если бы тайдхантер получил 6 здесь или хотя бы совсем другой 5 прямо в драке бы получил и гашем бы смог добить кого-нибудь или хотя бы замедлить и добиться руки но в это время тхд у нас остается один ну и в принципе неплохо ему состоится а здесь я просил по крипам зевс да уже серьезно стоит от вайпера но вайпер получил уровень вайпер коррозис скин прокачал поэтому гораздо приятнее чем зису и зевс добивая первым с пылом очень хорошо постоянно карамбузики локал liquid fire на кида и джекера себе снижает джекера хороший стакт на топе делает тп на топ он дайанг он дайанга только варды резать или портнулся на бот сейчас будет и так возможно попытается не убить кого-то пускай мага и замедления и сало ну так hunter сильно палится вот крыто идет вперед да и там всего лишь один свен и он решает это тем более там стоит вар там run прекрасно были вар все прекрасно видны нагрится крипы они там совсем очень спалились сюрприз этим выходом на свой найс он просит прямо без телепорта пешком к нему бежит все один и шел 41 крип тем временем уже у вайпера который потерял время возвращается уже обратно на мид аквилу собрал вайпер и что-то летит ему в курьере курьере летит ему вайпер с дабл дэшка сучат нельзя подставляться зевс держится по расстоянии не подставляется подальду вайпер откидывается вайпер и стоило чуть-чуть подождать решающего даровать вайпера дают ему 1 очень сильно проседает вайпера пытается уйти на все-таки здесь верхний добивай очень мало вижу на спину вышел ему sky mac и добрала вайпер на самом деле мог здесь выжить у него было 6 зарядов хери фаер следующий верхнем бы просто дожил и следующий верхний добили нет здесь не такая гонял там его бы очень медленно и были роде с ним делается дело он бы ушел ну возможно да была ночь ушел бы известно а летит джакира ультует джакира скорее всего буду на сегодня выживать дал весь проказы вайпер ну и зевс собственно тоже отсюда далеко не а нет вайпер здесь уйдет чайпер продолжает драку убивает второго и на развороте продолжаем играть убить доктора нету маленький на что это возможно отлично игра дали четверых без ответа очень вовремя пришел энда инг до нвд убили 4 безответно и маячить на вайпера спросил не нравится им такая игра я так понял ну слишком тонкие игроки его герои сюрпризов под ультой своем бьет ставок на нижней до прогнали тайтхантера под фонтан но он даже потратил позиции у нас медуза ничего пока себе не вынесла за это время а тем временем у вайпера уже практически барабаны готовы остается немножко голды до рецепта прогоняет тайтхантер свена на низу минус 51 дэмэдж он ему делает из 40 дэмэджа всего лишь у своя остается после энкор смеша зев скорее всего хочет выйти в странное делает сюрпрайзы остается ему рецепт только докупить не хватает 250 голды до рецепта до линзы у зевса делается т.п. от вайпера под смоками и скорее всего будет атака на медузу свич доктора достает станом по медузе ошибка на ноге уходит нет не решились они дрейтся дальше и по которой вы догнали но медуза без шестого в принципе можно было и задавиться ничего они не боялись возможно не проконтролировали что-то и более пешком ходят зевс скаймак это будет ответный как слетая из волоса зевс не дал верхнюю по андаингу но все-таки подвергами под самым печатью от сразу разобирает с пара каста андаинга и решает отступать нас воды здесь зря это дальше здесь получает стан и очень сильно выиграть на уйти джек ну вайпер здесь конечно очень залетает банка достает опять станом джакира неплохо и вайпер уже подходит начинает накидывать руки забирает еще одного игрока очень каленый уходит у нас каймак коррозивский нам очень много ему съела хп не остается все же 42 хп агрессивный вард ставит ли он здесь надо было дальше идти пытаться да еще одну плюху вы накинул паской могу и он бы отлетел но спокойно забирают вышку зато без лишних да и хороший чекают в лесу самое время думаю посмотреть на графики по галде там 2000 поезде больше трех тысяч общая ценность вайпера 5000 повторяя уже с реном и творца но зато очень плотно идут игроки сюрпризов нас третьего по пятое место да ну там у нас медуза на четвертом месте я бы не сказал что это хорошо если здесь еще успеет он герой точно сложно медуза еще даже не шестого еще нет она сейчас должно выбрать да сейчас будет и пробовать реализовывать через рэвэйдж и ульту хотя бы забрать там несколько километров скапливаются сюрпризе решают провести type hunter у нас стабл дэмэджем ну тайду дабл дэмэдж много не даст 150 у него есть рэвэйдж есть они сейчас хорошо войдут есть рэвэйдж есть ульта зевса могу ряду за получает 6 но у меня не стало почему-то здесь его брать можно было попробовать да есть артали есть bottle и 1 верхняя ничего бы не решила зато у свена было бы хп поменьше своим тем временем просто тягивается на бот и продолжает толкать линию ли он спокойно заходит прямо спину и ставит вард просто четверо шадили он кассажет его сейчас про чекает и спокойно они стали но не видели он нет увижу на теперь вы сюрпризов они ничего не видят они видят только топ вес и тот нам чуть-чуть центре достает дабса у леона и узкой мага до сих пор не то 6 метра я сказал плохо для леона доноской могу не так критично 6 это ультой трудно попасть из она не стакается с ультой и медузы когда на всех застанет а магический дэмэш не проходит а по дровагу ну вот только с ровагой можно скомбить ловят медузу медуза подрубает ультурой тассе он уже никуда не очень мало у нее хп птшки на агилу были переключены никаких стиков и прочего у нее не было 1200 голды на медуза леона 11 чет на видео решают в ответ пропушить миду сюрпризы видят трех игроков в топе прожимаются смоки и быстро стягиваются в мид решат отойти сюрпризы не пушить очень далеко зашел до свен уже заходит на т2 решают они его подрезать тоже проживают смоки и выходит на свен это очень легко читается сенсив понял да ему однако ему сейчас надо с телепорта уходить или подвышку в лес хотя бы уйти чтобы азии взлетают смоки его видят идет верхняя сало ульта и еще и maledict закинулись банки все кинули в сверну но тут у него не было шансов ему нужно было уходить немного ли потратили все-таки потратили ульту зевса в одного свена по сути ну у них особо выбора нет сейчас драки они проиграют маджи так очень много уже залетало и ульта зевса здесь было лишь перенервничали игроки но они зато увидели где цены но и так видели потому что они были в миде били крипов а теперь без ульты зевса могут спокойно забирать вышку и там знаю что осталось на кроват очень очень плохой телепорт делает меч доктор и моментально зачем ты пришелся один на потерянную вышку непонятно пытался я задонает но было видно что делает степо начали ошибаться с репрайзой медузу видят скорее всего ворду да видеть раз буду ее убивать уже идут медуза без маны неманы только на ульт попадает станом джекира она тут не уйдет он ли она высасывает ману ли он и из пальцев добирает медузу отличный пальчик в медуза была тут абсолютно неправильным пиком слишком лейтовая медуза а все остальные герои слишком ранее то есть надо быстро реализовывать ровагу быстро реализовывать ведь доктора под это дело а медуза слишком поздно начинает вносить импакты в игру вайпу для них сейчас большая проблема вайпера никто не может обидеть нету физического дэмэджа но вайпер очень прекрасно держит магический дэмэдж type hunter подставляется пытается найти очень близко ставят свой на тайп на друг друга не видят нету вижу антар сцены тут не будет драки нет скорейся нибудь промахивается станом джекира хороший вард стоит у них пытается подраться в лесу но стоит ли драться сюрпризом у зевса уже откадыша сауль и в принципе они фуловые могут и подраться в лесу попробовать перевернуть драку свойства далеко заходит hunter the hunter ничего не боится у него из трава не угадывает направление немножко джекира ну вайпер просто бьет вышку все это время то есть либо вам надо драться в лесу сейчас прям либо убивать вайпер от вышки иначе у вас просто вышку под этого и так будет ставить ставится там по дрова до проходит трава до ульт очень отлично хорошие звен все-таки погибает умирает доброе сдается по двум игрокам живая игроков размен на свена и здесь в одессе выживает поменяли четверо с одного гор героя не было медузы в этот момент медуза стояла видеть просто пыталась вынести себе хоть что-то но потеряла всю команду будет что он покупает на ду за собирать тирси бронс если медуза там была игра могла другой немножко до кинула базе 4 нажала в ульту потеряли сильно заставлено сыну конечно потратили на него всю и ровагу и ульту sky maga а у свена все еще нет bkb и судя по всему не свин не такая большая проблема как вайпер но вайпера просто нечем убивать сейчас сэн если можно раскатить то вайпера ты там ничего не сделаешь если он степится вайпер на барабанах тебя догонит замедлит принципе добират в любую цель повардам ходит на сюрпризы какая какая-то происходит у нас в чате то все в порядке стандартный чат но видимо игрок на медузе оправдывает свой ник ну дали медузы и проверочные сильные проблемы очень мало денег у нее и знает что и фармить нету не стаков ничего пытается сделать линку но действительно стаков нет леса джали то есть если медуза пойдет в лес и и тут же убьют а есть достаточно vision чтобы понять на каком споте сейчас находится медуза кучкуется в миде у нас сюрпрайза то что-то предпринять у тайт хантера нету и скорее всего уже не будет даггера в этой игре что-то несет себе sky mag а вот и даггер чей же это даггер а это рыбы и даггер между прочим а я думал рыбка так и не сможете даггер вынести в этой но это очень хорошо правда проживает звери вы здесь не так сильно помогает и пытаются выйти хоть на кого-то а на кого будете выходить господа если вас сейчас будет пушить свинниф ошибается не саду конечно очень ошиблись прекрасно видели они всех находят три стака но зафармить их нечем тайт хантер пытается съесть эти страниц нужно вообще очень пассивно играет у нее делал ничего да тем временем пушится босс надо смещаться уже под т3 отдавать все т2 вперед оставляет вайпера с сценами сзади ждут смоки проживания рошана и пытаться зайти в уже скорее всего это будет роша так это будет рошан и не поймут под ультом и battle crime пытается забрать рошана и рошан довольно серьезно проседает у свина 332 демаджа стуки хорошо хоть не 322 и уже больше чем половина хп рошана тем временем прочекали все-таки через ульт зевса дд вайпера но драки здесь не будет драки естественно не будет просто дали ульту проверочную от свина боится над зевса посмотреть на где находится нашли их фрош пить или что у рошана очень мало хп на хг только остается играть ребятами сирпайз других вариантов них уже нет теперь надо играть еще осторожнее вайпер настояги сам бкб убить его будет крайне сложно надо будет потратить практически еще и сейчас дд очень быстро упадет а вот ддм хватит только на вышку это несколько тычек а мы лишь сбегать зря здесь идет туда как только он касается есть юл джакира то есть можно одиночную цель легко зацепить и не отпустить леона нет ни даггера не линзы но у него есть 2000 на руках скорее всего будет я думаю зря ребята из сюрпрайзов пытается защитить попадает стан по троим от джакира дается и ликвид файер добр из покрытия ну сбивается даггер дается защитная ульта это защитная ульта чтобы в них не вошли иначе бы их уже развалили прямо сейчас андейн прожал уходите все а теперь уже проблемы нету им не надо было ничего тратить и спокойно давать а теперь уже нужно браться а теперь нет ульта у медузы и это будет крайне сложно есть трэвейдж конечно нельзя подставляться всячески избивают даггер нельзя подставляться сейчас вайпер вайпер сам идет вперед вайпер знает чего не боится делать ну тут вайпер наверно у вайпер очень сильно подставился вайпер умер стан по троим а свена но свен практически умирает отличный кейл ошибается каймак просто разнос 4 в 2 погиб свен конечно но он очень далеко зашел глубоко каймак зашит 2 криво дал 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 на себя убивать да и снова не забрал еще чуть чуть выше до практически 11000 и творца у вайпер уже тем временем бкб барабаны пт 2200 на руках по графе там все прекрасно видно ли он с даггером уже прилетает ему даггер дается весь дизейбл и хорошая это минус сторона а то и 2 скорее всего игра ну вот потраченная ульта медузы на т2 возможно сдаю очень хорошо играли у нас мвд и над тысяч медуза делает и попытается добрать вайпера на вайпер на на кухаре мульта еще раз и джакира просто спокойно уходит дает айс волк и еду за пытается обойти шокера здесь уходится рекорда джакира просто спокойно делает и избивать практически ты пашки нечем там только банка по сути избивает медузе надо дать дизейбл а пока один дизейбл хорош единственное что рельс пройдет фантер да ну то по голде рвд тут уже голда и впереди по экспе всего лишь 8000 не так уж и много по экспе нет но по голде очень большая разница даже самой драки тоже очень тяжело оффлейн джакира с восемью тысячами над ворса с юлом и дискордом который еще и станами очень редко промахивается то и вообще не промахивается довольно серьезно супер тут наверно больше проблемы в игре самих сюрпрайзов то как они дерутся постоянно у них ошибки до тратят 1 0 до драки тратят такой льда драки и все хорошо подраться они вполне могут еще драться но нет норма же по-моему никак лайпер азбука в аниму наши выходит вагоним сэнджин яша уже у свена купил еще один игр club это скорее всего выхода бкб будет собираются на миде у нас мвд ну наверное надо выходить в бот смоки проживают на миде 2d ставит сайтер аганим будет собирать вайпер да выходит вагоним купил он уже у нас point booster ему не хватает всего лишь нам 700 что без сервиза очередной раз ошибается со смоком да обе команды взошли смог детей другие пошли в лес но эти другие ошибаются но свен не унывая решает пропушить просто топ наизны на самом деле векса нет сервизов и у медуза нет телепорта им надо очень быстро бежать и защищать свою базу иначе она упадет у них 2 либо или он исполняет ману сэнджиова крипа не знаю что сделать сюрпризом что делать сюрпризом очень жестко за комбинить сейчас медуза и весы пройдут по морду видели видят их прекрасно ворчатся уничтожиться последние секунды остались но и должны на топе давить никакой реакции до нвд и боятся не совсем а как они среагируют ли на секрет они спокойно буду заходить по топу и все они ничего не боятся у них есть white у них из бкб на войти ну пока не видели что двое внизу они могли в это время давить уже tower побить его бояться и нечего все драки боятся они но это на самом деле плохо то что не так играет медуза может нафармить дело в том что сейчас надо убивать двух героев у нвд то вайпер и свин а потом нужно будет убивать только одного даже если свина они смогут убить практически пока что без проблем там через две-три ульты под дебафом sky мага маги то с вайпером у них возникнут проблему когда они решат убивать их пытается выйти в мяку sky маг ну фармить им практически негде закрыли их на базе кто-то нвд непонятное творят когда ты это отходят на зону я дам самое время фармить если что я возможно они ждут второго рошана ну самое время хотят сыграть очень соевого дофармить возможно гвардиан грифс нанда инге уже забрать второго рошана вот рисуется роша ну зря не теряет преимущество стоять попой на детей но тем временем сюрприз это не формят вообще ничего то есть просто стоят в мидии не получают им нужно наращивать нельзя останавливаться но графики то нам показывать что они наращивают но немножко вот установились ранее 15 тысяч по голде преимущество но по xp продолжает медленно наверно расти уже там около 8000 снимают варды саппорт и нвд далеко ушла топ линия очень удобно будет атаковать опять потеряют время на этом но можно зайти с мида и забирать любую линию ты два уже стоит на одной из ли можно сми до заходить добирать варак выходить на любую из линии и добирать 2 рошана стал совсем чуть-чуть прошла на же практически встает вайпер решил пропушить топ в обратную сторону собрал на же огонь и так ну он дайк спот тринадцать тысячный творца у байкера 11 700 свена и 8 шла вардами ходят у нас сюрпрайзы ну увидели отлично нашли варды решает напасть на свена понимают что свен скорее всего один видят вайпера в топе но не видят больше никого ну и решают напасть на своем у свена нет еще бы кб вот она ему скорее всего только летит и возможно он заберет в пара им разворачиваться джакир уже пишет на помощь ловит попадает в стан зевс надо ходить на что уже вся нельзя быстро сделали ну и скорее всего так и будет пушить по этой линии воды них есть все миду отлично да нет мил там все в порядке там крипы только дошли практически не при домашний барак вот по боту будет заходить у нас нвд и забирать скорее всего линию постоянно кому-то придется андоник не дофарма варима трава гайдер и вы это зерца сразу же за вкусить вайпера вайпера держать пока будет проживается нет попадает стан по двум игрокам медуза дает уже больше защитно ульту пальцами просто бывает ли он убегает зевс зерцами минус 4 это гг пишет сюрприз не смогли они удивить нвд ничем новички медуза опоздала за своей ультой это старалась чуть-чуть но не были готовы игроки из сюрпризов к реализации немножко их видать лайнинг расстроил и они не смогли собраться под конец хотя достаточно много времени далее воды если вы успевала со своей ультой а вот он кидала змейку там могли умереть и вайпер и свэн да вайпер практически умер он выжил там буквально кропалях уже ему просто хватило нажать пока бы времени до вульте с каймага он уже нажал бы к б и вышел из этого там была медуза все было по-другому немножко не закомбинили конечно медуза стоит хантером не по таймингу зашла ну это хорошая инициация была хорошая попытка интерес конце да поздравляем новичков с победой пока что перебивочка на следующем от ждем следующей игру